а цель у нас вот здесь тут прибыль у нас не в ценах в размере ворселя 3 пример вот сейчас увидит новость будем закрывать поставить и добавить позицию если пойдет нашим программами нравится нему шарте синий на и говорю то есть поставить сверху если пойдет отскок чтобы закрылась если не стоит добавится две заявки поставить за нескучающих так здесь вот так значит под ней поставить одну заявку такую сторону вниз над ней поставить заявку на закрытие там же есть вот так это вот я проволок это вот ближе к новостям когда определить что крупная новость нет ну нормально срабатывает просто у нас ну ладно 16 32 ночи просто 1630 выходит пару новостей габра то есть может быть так да поэтому тут надо иметь извините конечно железные яйца вот можно можно пятница как правило сам активный день какой вторник среда и четверг среда сам активный день я покажу как я смотрю новость очень просто не анализирует не слушаю на английском на языке аналитиков вот можно так я обычно делаю не так у меня так не получается реально то есть первый вариант а плюс есть можно закрыть до переноси до не вопрос второй ставим на откуп здесь у нас так цель стоит здесь на туру ли можем оставить на сколько вот если новость выходит какая-то супер важно то мы можем рискнуть ждать а как определить новость важно не важно сейчас определим то есть если мы понимаем что вот как сайту ну не не ходила бумага там именно вот настолько там не летал выше что там у можно рискнуть тем тем самым делая вот так тем что я уже заработал я рискую но я могу получить еще это второй вариант я так делаю иногда очень редко уже как и правило новости не бывает вот ну и последний вариант соответственно если же у нас новость приходит вот на таком момент то есть позиция в данном случае такая ты можешь рискнуть тем что ты сегодня заработал но не можешь рисковать тем чем заработал за неделю вот скажем так вот такая вещь цель не дошла тут стоит заявка на покупку вот рынок сейчас вот здесь и новость уходит я в нулях я тут однозначно как бы не однозначно но чаще закрываем просто чтобы не схватить там чего-то ну вот не дошла до цели а с чего на второй раз тут пойдет а другая наша вверх стреляет тем более что вот это ожидание рынка переносит значит она ожидается положительность это во первых во вторых что может быть не ожидание закрытие шартов но это тоже собственно ожидание того что все-таки пойдет наверх поэтому как бы желательно здесь полосы кто со мной не согласен то есть не закрыл да я просто не успел закрыть я поставил мою заявку пролетела то есть оно перескочило и там сразу пять фигурсов ну вот я о чем и говорю но это можно встретить по полу ладно благо если она возвращается но начиная с вечерней 16 30 есть новостей с открытием американских торгов мы уже как это там уже четкие движения таких вот калифа не там европа с нами вместе серьезных там коррекции сто процентов нету поэтому можно просто не дождаться больше нью-йорк сток эксченж на ней ориентируется 17 30 они начинают 16 17 17 вот собственно так где смотреть я смотрю обычно на сайте прямых наших конкурентов по форексу когда как он называется трейд или трейд да . вот если какая табличка более такая доступная всех что я видел у вас нет да я думаю чего так смотрите или трейд вот экономический календарь и тут они как бы есть такие парень и самый главный тут надо поставить только гримича плюс четыре шуба и вот собственно говоря то есть это время уже московская она вода нету тут надо поставить 4 самая на спуске будет московская до его собственно первичные обращения за пособием безработицы будут еще реальные то есть но как бы уже один вот этот потрясательный знак это уже как бы надо задуматься в удобной форме пойду не надо где-то искать там тут также есть и прогноз уже там закона переводом посмотрел а там 10 10 он ожидании рынка мы нам стрелили сразу 10 часов вот особенно банки 10 вот сюда налетика рынка экономический календарь на гомотеку плюс 4 вот вот сегодня прогноз совпал реальным наши двинули наверх 10 часов особенно банки сразу как нули так неплохо даже на стандарт не у нас на сайте тоже есть да да и говорю что я много чего пересмотрел там кучу нас тоже есть на календарь статистике ты даешь только все на английском швейцаре германия вот как бы самое основное вот и вот заходишь на это на теле треки где там в аналитике где его сверху аналитика рынков нет такого аналитика рынка по теле трейд да и вот и потом экономический календарь экономический календарь падение небольшое дело пошло новости плохие вот и отсюда соответственно могут получиться вот такие вещи купил здесь где-нибудь вот от уровня же от уровня ждешь и вот он болтается болтается ждешь от сколько сюда все-таки если болтается значит не падает значит можно тут еще один уровень проходит а тут знаете новость и все вот это тут просто и все а сейчас она вернется не вернется я не знаю потому что эта линия гораздо уже серьезнее относительно вот такие вот еще как бы дополнение скажу про делайте о линии продлить вправо или влево бесконечно смысле бесконечно может делать лучше их не трогать потом если вы их тронете она сразу меняет тоже косяк вот транзаке а вообще на постой все время построишь линии тренды там в транзаке закроешь открываешь они все результаты и все по новой если у тебя там открыты все маржинальные бумаги там 24 штуки опять же черхи этот день занимает поэтому лучше продлевать руками вот тогда или же по новой делать оси что-то изменится вот так чердал купил купил чердал купил все ну вот это все 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 хорошо мы сегодня мы днем строили здание очень хорошо держится ну конечно не идеально держит вон 10 утра вышло там банки там здесь хотя бы ноги от крыши даже 5 10 Так, что, соответственно, как строить на практике. Вот, если все линии надоели, например, можно право нажать, удалить все тренды и все инструменты. Вот, собственно, будем сейчас строить. Берем полный максимум бумаги за 5 минут. Больше не надо. Какая у нас тенденция? Посмотрите на графику и скажите. Нисходящая. Вот такая. Нет, какую-то взял, да? Я скажу, надо. Нисходящую среднюю. Ну, а сейчас какая? Более короткий вот. Это у нас за сколько? 29 августа. Нет. Со 2 августа. 29 июля. То есть это месяц. Месяц у нас был вот такой. Сейчас же ситуация за последнюю. Если взять несколько дней. Ну, в кого тренд получишь? Ну, она вот такая. Соответственно, мы должны расчертить и для этого, и для этого. Понятно? А если еще требуется внутри дня, там, если сильный расход, то, соответственно, еще и... Ну, там, не надо, конечно, фиксовать, там, через каждую, там, копейку. Минимум 50 копеек по сберу, то есть это сколько? В процентах. Все так плохо считаю в уме. Так, 100 рублей, 1 рубль, это 10 процессоров, да? По процентам. Здесь уже полтора. Меньше, меньше. Пол. Почти полпроцента. То есть 50 копеек, чтобы расстояние между линиями были. Это еще без учета средняка. То есть, если мы строим 2 линии, скажем, тут... Ну, меньше вообще не получается. То есть, если мы открываем полпроцента, то мы закрываем на среднике все равно. Если здесь, не меньше 50 копеек. Ну, сейчас это все сделаем, соответственно. И так, завтра у нас праздница. Пятница, соответственно, и понедельник. Будем уже чисто, прям на ходу, собственно говоря. Придумывая себе продажи, покупки. И, собственно, делать выводы. Анализировать и решать, где будем закрывать, открывать, кто, нет, когда новости и так далее. Так, ну давайте, помогайте. Куда я строю? Как строить? Ну, сначала большой возьмем, вот так, да? Мы должны эту линию теперь подтвердить двумя параллельными, правильно? Можем нажать Ctrl и тянуть за линию. Она будет убираться. Так, или не так? Или так? Может быть, и так. Так, или вот так? Нет, вот так. И если мы замерим микростояние, потом глаз временно бьется, и будет сразу только определять, например, одинаково. Ну, они одинаково. Вот сегодня был пробой. Не стало пробой. Пробой. Не стало. Пробой. Не стало. Я думаю, что это не пробой, это вот что-то типа вот этого. Пробой один будет. Вот этого. Ну, что-то похоже. Ну, хотя здесь это называется, как называется, шипом, да? То есть, двигается вниз, столько же назад. То есть, это... Вот, а здесь я даже не знаю. То есть, текущую ситуацию не могу сказать. То есть, будет он пробивать, не будет. Все-таки в тренде еще находится он данный момент. Поэтому я думаю, что цельно по примере 76. Где-то так. Ну, вообще такая среднесрочка. Это что касается долгосрочных. Вот эти линии сильнее этой. Или не сильнее. Как уровень. Санцала, сколько у них выше или ниже? Или больше? Трендея сильнее, чем те, которые не пробили были. Ни разу. Мне кажется, все-таки нет. Это все-таки среднечок, который пробивали он раз, два, три, четыре, пять, шесть. А это вот сейчас пытается, но не могут. И ни разу не было. Поэтому я думаю, что она слабее. Те, которые линии сильнее, надо выбрать другим цветом. Чтобы понимать, собственно. Что это такое? Можно сделать так вот. Это удалить. Кто-то со мной не согласен. Ты же Дурбанк попросил, да? Да, да, да. Газпром подойдет. 172,70. Это что касается перспективы, долгосрочный. Теперь среднесрочный. Краткосрочный. Вот у нас боковик начался с этого времени, который пытается пробиваться. Как здесь тратить? Горизонтальный. Ну, я думаю, так, да? Лучше две соединить, чем одну. Ладно. Золотую середину уберем. И середничок. И середничок. Ну, вот так. Берег пробил. Держку. Дальше. И вы тоже надо выбирать в кем-нибудь цвет, да? Другие, чтобы понимать, что это результат. Ну, если у вас синяя, у меня не синяя. Вот так. Вот так. Я думаю, что можно сделать вот так. Дальше. 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 Продолжение следует... 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 Ну как правило перспектива соответственно у меня обещала такая... И то она бывает не доходит... Средние линии тоже никто не отменял... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... даже если посмотреть то у них вот у них подписи цена останавливается продолжает вот только здесь здесь этот скок прошла ниже здесь это стояло там прошла лучше здесь более-менее вот так она уделяется цветами и запоминать что этот уровень какой важности что возле его делать и заявки сразу надо ставить вот еще вот эта линия идет но она уже как бы не в теме здесь или как вот я не понимаю иногда тут вот работает тут работает тут вообще мимо просто ее пролетело даже не постояло хотя нет, она остановилась, потом двигалась, потом здесь встала, а потом дальше вот тут тоже средняя линия вроде возле нее не хочется продавать во-первых, у нас есть раз, во-вторых флаг полиуминя какой-то и в-третьих, это все-таки уровень, на котором сейчас бумага застряла я думаю, что можно попробовать здесь продать 178.60 есть продалась ну да, они бывают они бывают они бывают они бывают а какая цена в убытке? ну и большая какая? сейчас скажу а с берега, ты споришься? да не продался? да не продался? нет нет не выгодно продавать он не дороже то есть на что он не стоит там все разница 30 копеек мы долго его купили ну, чувство уже, да так, мы говорим еще считали? я забыл считали? вечером сейчас мы считали давайте посчитаем стоимость комиссии относительно шага цены бумаги ну, скажем, в береге сколько у нас комиссия? кто помнит самый первый день? вторник 0,25 0,004 это что? 0,004 плюс МГС плюс МГС плюс МГС плюс МГС плюс МГС плюс МГС ну, конечно, со звездочками внутри дня то есть они не один раз но будем считать что она у нас все время ты винул? ты винул? подскочил как герванк сейчас наверное програться а я в шахты взорез так А у меня газик зато в банках, вот, сколько будет, так, ну это у нас Итого. За сделку. Это внутри дня. Это за сделку. Неважно, внутренняя, не внутренняя, просто купили, у нас взяли, докупились. Сто тысяч на счету примерно. Позиция у нас на восемьдесят тысяч. Умножаем, соответственно. Получаем. 3 тысячи сто шестьдесят. Процентов еще. 0. 0. 0. 3 тысячи сто шестьдесят. Процентов. То есть вот так. То есть без процентов будет вот так. Это сто шестьдесят. Это вот это, да? В восемьдесят тысяч умножено на тридцать двенадцать процентов. Ну, у нас, скажем, сто тысяч на счету примерно. Сто тысяч на счету, соответственно, у нас семьсот. Всего берем на каждую позу по восемьдесят тысяч, умножаем на процент за комиссию, получаем тридцать один и шестьдесят рублей за сделку. Заодно. Это с учетом включает семь, да? Нет, это покупка на восемьдесят тысяч. А, на восемьдесят. У нас каждая позиция не превышает восемьдесят тысяч рублей. Каждая сделка. Минимальных там всяких сорок один, тридцать у нас нету. Поэтому у нас только процентовка. Процентовка составляет вот исходя из этого расчета общая. Вот это. Получаем тридцать один и шестьдесят рублей комиссии от восемьдедесяти тысяч. Сбербанк продался. Ну вот, отлично. А у меня Сбербанк. Надо откупиться теперь. Класс. Так, дальше. Это я вовремя заширпил, да? Это круг, я заширпил так. Пять минут и у меня убыток двух дней. Пора закрывать все позиции, да. Так. Дальше. Тридцать один от шестьдесят это на восемьдесят тысяч рублей. Сколько это, собственно, сколько составляет у нас комиссия с расчетом на одну акцию? Так, на восемьдесят тысяч да, мы можем купить тысячу акций. Тысячу акций. Тридцать один шестьдесят делим на тысячу акций. Все правильно. Прибыль восемьсот сорок один. Вот, отлично. Сколько процентов? В смысле? Ну там написано. Ну там написано. А, проценты сейчас? Ну они мало, ну восемь. Ну нормально, один процент почти в день. Причем из них там всего за четыре сделки нормально. А у меня минус один. Ну четыре. Вот, у меня там много его, так что его самая тема продавать. Он у меня лежал в порфеле, так что все нормально. Так, тысяча акций делим на тридцать один шестьдесят, получаем. Так, тридцать один шестьдесят, делим на тысячу. Нет, это его еще нет. Это у нас что? Это классно сегодня он дал. Поэтому я не очень люблю вечернюю сессию. Вот, то есть, после обеда не очень буду торговать вот из-за этого. Потом сидишь, переживаешь. Пролетают уровни там, да. То есть, там амплитуду надо убирать. То есть, средники там уже катят. Я продал, да, на среднике. Вот что получил. Вот. То есть, надо линии уже более весомые ставить. Да, лучше до обеда. Там все попроще, поспокойней. Вот. И поменьше рисков. Так, тридцать один шестьдесят делим, получаем. Ноль ноль три рубля. Того на два раза. То есть, на покупку и на продажу получается. Ну, ноль шесть. Газпром пробался и упал. Ну, правильно. Поэтому и выбирается как бы там, где надо продавать. Шестьдесят четыреста. Маленькая, тогда светичка зашла. Так, у меня за что-то творится. Так, шестьдесят текущий остаток шивы. Пятьдесят минус. Газик у меня в плюсе. Так, газик-то я продал мне. Вот. Тобор шесть копеек. То есть, когда бумага проходит шесть копеек в нашем направлении, то мы получаем, соответственно, плюс. Здесь у нас перспектива минимум пятьдесят. То это, собственно говоря, ничего. Сколько процентов? Пятнадцать это, да? Ну, вот цель, да. Ну, пятьдесят копеек минимум цель. То есть, получается, один, пятнадцать процентов где-то. Мы отдаем брокеру нашим прибыли. Это, соответственно, ну, этот любой сумма получается. Потому что процентовка, она ко всему одинакова. Да? Девять, да? Ой, меньше, да, меньше. Нет. Почему девять? Десять процентов это пять копеек. Нет. Десять процентов это пять копеек. У нас шесть. Значит, больше десяти. Двенадцать. Убавил. Вот. Так что вот так вот. Чего со сберем-то здесь? Чего он так стоял? Какое-то дурачило по рынку спустил. Спустил что? Вот 17.30 Нью-Йоркская биржа отбылась. Вот это вот. Инвестируют в банков Америки и банки Патрили. Вот. И вот кто знал, да? Ну, если бы кто-то отменил. Да, вот там ты делаешь. Эти новости они самые непредсказуемые. Которые не ждешь. Так, с этим понятно все? Интересно. Вот если у меня три тысячи на счету. У меня такая же комиссия? За сделку. Шесть копеек. Процент. Процент. А, ну да. У меня тут сумма будет меньше и лоток меньше. Сыро получится шесть копеек. Так что для Сбера это постоянно и лично для любого объема, да. Был у Ланге, у Сбера устал шахте. Чего-то как-то я чернил. Слишком. Схором пять там на юге. Офигеться. То есть у меня получилось до сегодня ни одной обыточной сделки не было. Ну вот. Класс. В первый раз, да? Так. Ну, где-то у тебя, товарищ, шестьдесят лотов. А я могу сорок. А у меня всего одна поза в шахте. Будем считать, что я это зафиксил, зафиксил, а здесь я вышел в шахте. Так что все не так чуть плохо, я думал. Так. Сейчас надо пересмотреть все позы. Вот это пробой теперь запускает, да? Сейчас я сюда сделаю. Вот это, наконец. Кстати, у меня вот здесь вот этот уровень такой нехилый. Сейчас она пробил. Наверное, нет. Продал, купил, купил, продал, купил. Я в ланге, значит. В ланге. Семьдесят. А ну, пятьдесят. 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 Процент изменения. Один, двадцать пять. Сорок рублей плюса. Я еще включу здесь. Ходишь в минус, уходишь, а ты сама в плюсе. Ха-ха-ха. Вот, так что сейчас пока ждем. Так, шаркить ли нам Сбер? Вопрос. Для всех. Шаркить, конечно. Шаркием. Прямо сейчас. Машкить. 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 Нет. Все, вас схватит. Хватит. Продома. Надо вовремя уйтили. Да. Радиаду. Я не ушел, да. Вот и получил. Еще пятница будет. Вене, Бернанке все не скажут. Завтра до шести все позы будут закрывать. Чего он там лярный? Сверсток. Так, плечо два и три. Все нормально. У меня ножом ставить. Не надо ничего прикрывать до шести часов. Выдача не там делаете, нет? Да, я пока ничего не делаю. А вы сзади, как вы зовут? У меня все дает. Сергей, да. Не продаете ничего? Сберить на шартите? Да. Набрасно могу от уровня разбивать. Я думаю, что на отскоке можно попробовать. Вот он уже пошел. О, сколько это? Пятьдесят копеек, да, почти. Сейчас ему этот мешает себе. Может коррекция просто временная. Да и ладно. В том пределах. Хотя наметились наверх, да, сейчас как бы. До пятницы, наверное. Ну, здесь покупать, но я сейчас это. Ступни с вашей, которая... Много раз он там стоял, стоял. Вот тут я с тобой седушусь. Ну, вот это, как бы, вещи такие вот, которые сейчас прибыл такие вот. Часто бывает. Поэтому, как бы, лучше на самом уровне ставить заявки, продажу на покупку между дверьми. Вот. И вечером мы их чаще пробиваем. Вот что самое такое. А как мне сделать, чтобы настройки остались? А вам надо зайти в настройки основные. Так. И... Файлы настроек. Файлы настроек. Поставить далочку. А почему она снимается? А мы его сделаем, потому что сбросить все. Да. physio. Да, да. да и 5 шестого можете пробьет слишком халява много нас у пиловых для многих то есть резко раз газик все но вот оба нефига но значит погулять спеку литин Продолжение следует...